Белорусская транспортная неделя Уже здесь наблюдается ажиотаж Людей очень много И нам посчастливилось застать на стенде Skyway Основателя технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого Добрый день, Анатолий Эдуардович Добрый день, не лукавьте Вы не застали, вы знали, что я здесь И я на открытии выставки должен был присутствовать Я действительно не был уверен, что вы здесь будете Потому что в Берлине вас не было У вас есть более важные дела Которыми вы заняты в основном в экотехнопарке Что все-таки заставило вас Почтить своим вниманием Белорусскую выставку, в отличие от немецкой Не надо таких громких слов Германия далеко И туда надо было ехать на неделю Вообще-то на выставке должны присутствовать Не руководители предприятия, а стендисты Они должны рассказывать, показывать Об экспонатах И у нас сейчас серьезная работа идет Идет стройка И самый ответственный этап Это монтаж путевой структуры Для двух трасс И поэтому, естественно, я занят Ну, можно сказать, круглые сутки На этой работе Ну, а в Нинске мы находимся рядом Поэтому не заехать И не видеть наше детище Мое детище Ну, я не мог Тем более, что сегодня будут члены правительства Я хочу тоже им рассказать о проекте Расскажите, пожалуйста Что мы представляем на выставке Ну, две машины Причем полноценные Это промышленные образцы Они некие макеты Из фанеры, как наши недоброзватели говорят Это машины, которые полностью укомплектованы И здесь есть ходовая часть Есть рама, есть салон Есть автоматизированная система управления Есть стыковочные узлы Есть даже, вот тут кусочек Покажем, в путевой структуре В масштабе один к одному И можно посмотреть Какой будет путевая структура Она очень будет компактна Это городской юнибус Он 14-местный На самом деле, он 25-местный Если взять нормативы Общественного транспорта Российского или Белорусского Где метро, например, 8 человек на квадратный метр Поэтому, если из этих нормативов сходить Где 25 человек должно перевозиться А мы взяли нормативы организации обидных наций Где 3 человека на квадратный метр Поэтому мы 14-местный То есть мы будем сфиксировать нашу технологию По самым жестким мероприятиям? Да, я всегда говорю, что Мы из каждого требования Таких Педовых стран Как, допустим, США Россия Страны Европейского Союза Белоруссия Организация обидных наций С каждого норматива Берем самый жесткий норматив Ну, допустим, по безопасности По электробезопасности По шуму По уместимости, да? И из этих жестких самых нормативов Проактируем машину Поэтому она будет сертифицирована в любой стране Я охотно поверю в это Потому что в Берлине мы провели эксперимент Вместо 14 человек вошло 17 И оставалось еще достаточно много места Да, да, да Вы это подтверждаете, так? Здесь будет пол в пол Ну, здесь поэтому сделаны ступеньки На самом деле перун будет на одном уровне И поэтому здесь может и инвалид-колясочник Спокойно объехать Здесь не будет перепада высоты Для него тоже присмотрим здесь место Антоний Эдуардович Часто инвесторы спрашивают, обсуждают Вот, чтобы снять все вопросы Расскажите, в чем инновационность пола в Юнибусе? Кроме того, что там травка Какие-то бабочки, стрекозы Да, ну, во-первых, он красивый пол, да? Безусловно И в этом тоже инновационность Потому что это земля Мы ходим по земле При этом мы не разрушаем Потому что там прозрачный слой И даже бабочки, мы их не топчем, так? Ну да, после недели Берлина Смотр как новый, да И инновационность не в этом, на самом деле Пол это сэндвич-панель Высокопрочная То есть пол является как бы плитой Высокопрочной Которую выдержит, в принципе, слона Кстати, был случай в Германии Когда построили в Вепертале Первому на рейсу дорогу Еще построили в конце 19-го века Там было две аварийные ситуации Один раз забыли гаечный ключ на пути А второй раз решили перевезти слоненка Из зоопарка куда-то И когда его везли на речку Он проломил пол и выпал в реку И остался жив, да? Поэтому прочность пола Она существенная для транспорта второго уровня Поэтому это пол высокопрочный А я слышал, что он даже с подогревом Да, и это вот И это второе Вернее, третье Что является национальным Значит, греть надо У нас же зима бывает И бывает холодно Поэтому здесь должен быть климат-контроль, да? И обогрев И поэтому лучше всего греть пол И поэтому здесь Да, в верхнем слое там электробогрев А внизу теплоизоляция Чтобы не греть улицу Вот все это в комплексе является как бы инновационным Спасибо большое Что вы расскажете о других образцах? Мы точно видим здесь юнибайк Да, точно мы видим юнибайк Это прогулочная машина Где можно и фитнесом заниматься Вот мы видим, что один из наших инвесторов Крутит велогенератор Правда, он несколько вяло это делает В данный момент он инвестирует Свою физическую силу в наш проект Не, ну надо, если бы он был Как бы более интенсивно крутил То вот на этой бы энергии Можно было развивать скорость 60 км в час Но скорость вообще расчетная Юнибайка 150 км в час И остальную энергию дают аккумуляторы Поэтому фактически тот, кто крутит педаль Он заряжает аккумуляторы А аккумуляторы уже потом запитывают привод А привод, работа привода регулирует С автоматизированной системой управления Поэтому юнибайки едут все по трассе С расчетной скоростью Не зависит от того, крутит кто-то педаль Или не крутит Иначе не будет логистики И будет небезопасно Спасибо большое Скажите, пожалуйста, какие вообще варианты Исполнение юнибайков есть Я слышал, что бывают трехместные С различными вариантами Педальных узлов В количестве вам точнее Мы здесь представляем явно двухместные С одним педальным узлом Да, может два Может без них быть Может быть одноместные Может быть и четырехместные Там целая линейка Но я хотел бы обратить внимание На другой факт На экономичность, эффективность Вот если перевести Электрическую энергию в топливо То юнибайк при скорости 100 км в час Будет потреблять 0,6-0,7 литра На 100 км в пути Вот что самое главное в этой машине То есть это Ну даже мопеды Он более многозатратный То есть даже без работы ногами Даже без педалей Нет, это не важно Это количество энергии Которое нужно для движения Со скоростью 100 км в час 100 км в пути Он проедет на аквиваленте 0,7 литра топлива А эта машина Это аналог автобуса 2,7 литра на 100 км в пути При скорости 100 км в час Это самый экономичный транспорт в мире Самый Аналог автобуса по вместимости Но не по Вместимости не по параметрам Безусловно Поэтому таких машин Ни в мире нет Мы переживаем весь мир И если допустим сравнить Это что же электромобиль Говорят это не электромобиль А что же это Это полноценный электромобиль Сравните с Теслой С известным автомобилем Илона Маска Эффективность его В 10 раз примерно выше По энергозатратам на движение В 10 раз Это порядок Спасибо большое за интервью Анатолий Эдуардович Уже собираются люди Вас ждут Подписывайтесь на наш канал YouTube Следите за обновлениями новостей На официальном сайте Межородной группы Компании Skyway По адресу rsv.defisystems.com Поддерживайте наш проект И тогда вы всегда будете В самой гуще инноваций Не зря же нас сюда пригласили Строй Skyway Спасай планету Здравствуйте С вами Михаил Кириченко Вы смотрите новости Skyway В которых мы рассказываем вам О разработках и внедрении Прорывных транспортных технологий В последнее время Мы в основном Информировали вас О премьере технологии Skyway На выставке в Берлине На Транс 2016 Где на суд мировой общественности Были представлены Образцы подвижного состава Skyway Действующая модель Путевой структуры Но что же делается С основной С настоящей путевой структурой Ответы на этот И на многие другие вопросы Мы сегодня постараемся Получить с помощью Главного технолога Закрытого акционерного общества Струнной технологии Виктора Рудковского Здравствуйте Здравствуйте Вот рояль в кустах Очень кстати оказался Расскажите Что это такое И где мы с вами сегодня находимся Находимся мы на предприятии ОАО Строитель Прогресс Наш основной подрядчик По всему этому действию По всей металлоконструкции Как для высокоскоростного транспорта Так и для легкой Транспортной структуры Ранее мы уже были здесь Видели Секции Части Секции сборной конструкции В общем Которую мы принимали И Совместно С представителями Тоже нашей организации Это уже какой-то очередной Промежуточный этап Как я понимаю Скажем так Промежуточный этап Основных Сборочно-сварочных Даже скажем так Финишный этап То есть то что мы видим Это по сути По сути Вот то к чему мы стремились Все это время Там на офисе У нас На проспекте Дзержинска То есть проектируя эти вещи Это вот в общем-то результате В железе, в металле В данном этапе Происходит сейчас Доработка Некоторых элементов Нюансов То есть Почему мы сюда и приехали Собственно Значит Составление контрольной карты замеров Которые делали и ранее В общем-то Здесь она более объемная Более обширная Дальше после этого этапа Значит вся эта металлоконструкция Идет на заливку Раскостных элементов Раскостной решетки Спецбетоном Тоже испытание Которое мы проводили Ну и после чего Нанесение финишного покрытия Защитного И отгрузка На монтажную площадку Ну вот последовательность Как бы работа такая Спасибо большое Ну как мы понимаем Это не первая Не последняя Секция Я вижу что здесь Еще на территории Предприятия В производственных площадях Находится очень много Других элементов Для следующих Секций Расскажите пожалуйста А что это такое Да Ну вот мы видели Секцию Секцию в сборе Вот Это один из элементов Скажем так Раскостная решетка Ветровые раскосы наши В общем-то С вставленными туда Это она внизу Так да Вот она в данном случае Внизу Но положение Значит скажем так Рабочее положение Это металлоконструкции Перевернута То есть грубо говоря Получается Вот это Сейчас она Она в перевернутом положении Да Вот это вверх То есть Вот это вот Вот это вот Пояса Они же рельсы Для высокоскоростного транспорта Вот это вот Для городского То есть Ну Со стапеля Было удобнее В общем-то поставить Достать сейчас так На данном этапе Я думаю Собственного говоря Да Ну и Если мы пройдем Немножко вперед Увидим Где В общем-то Мы собираем Все это Основной сборочно-сварочный стапель Скажем так То есть Отсюда оно поступает На стапель Потом уже На финишную отделку Как я понимаю Туда Потом еще Где-то там Заливается бетон Покраска Здесь мы Здесь мы В общем-то Делаем замеры Смотрим геометрию Делаем доработку Вставку технологических Раскосов перемычек Если это необходимо Ну какую-то доводку Финишную По части металла По части точности конструкции Сопоставив С чертежами Имеющимися здесь Вот Дальше Эта металлоконструкция Поступает На определенный участок Где идет подготовка К бетонированию Раскосов Основных наших Да Ну и Собственно Цех Дроби струйки Окраски Всего остального Это Сборочно-сварочный стапель Основной Здесь собирается Такая же секция Которую мы видели Не секция А уже Объемная Объемная ферма 12,5 метров Часть Готовая часть Элемента нашей структуры В общем-то Ну Вот как-то так Все ясно Ну а здесь Как я понимаю Боковые части Путевой структуры Левая Соответственно А вот Как бы Верх Грубо говоря То есть Ну в технологии сборки Собираем сразу Левую и правую части Соответственно Смотрим Какая геометрия получается Дальше Выкладывается Левая часть Часть правая И вставляется Раскосная решетка Уже в общем Металлоконструкцию Соответственно В структуре Общей оснастки Нашей всей Вы Можете это рассказывать Вас уполномочили Не слишком ли Много секретов Мы раскрыли Ну Скажем так Секреты Они внутри конструкции Как конструкция работает В общем-то Мы говорим с вами О том Что мы проектировали Что мы получили В итоге Спасибо большое Виктор За Ну даже Более исчерпывающие Ответы Чем я предполагал Мы с вами В экотехнопарке Как вы наверное Уже догадались И пока мы Ожидаем Прораба Подрядной Организации Я хочу вам Рассказать о том Неприметном Казалось бы Здании Временном Точнее Сооружении Которое Находится За моей спиной Несмотря на то Что нам Нельзя снимать Что происходит Там внутри Я хочу Чтобы вы все знали Там Творится История Редактор субтитров Мы вас уже Познакомили С тем Как обстоят дела С изготовлением Путевой структуры Для Высокоскоростной Линии В силу Конструктивных Особенностей Там Большая часть Работы Проводится Под крышей В производственных Промышленных Условиях А что касается Легкой Линии Для юнибайков То здесь Большая часть Работы Проходит в Экотехнопарке Где мы сейчас С вами И находимся Мы Побеседуем С прорабом Организацией Которая Занимается Как раз таки Сборкой И последующим Монтажом Если не ошибаюсь Легкой И впоследствии Грузовой Транспортных Систем Добрый день Добрый день Представьтесь Пожалуйста Меня зовут Демидович Кирилл Производитель Работы ООО Промтехмонтаж Скажите На какой фазе Находится Монтаж Легкой путевой Структуры Skyway На данном Этапе Мы производим Укрупнительную Сборку Подвесного Пути Соответственно Сварочные Работы И Растяжка Самого Непосредственно Подвесного Пути На данный момент У нас Идет Сварка Производится В этой палатке Да Непосредственно Здесь Идет И Подготовительный Весь процесс Сварочный Процесс И Зачистка Самого Подвесного Пути А потом Это Каким-то Образом Вытягивается И все Новые Новые Рельсы Можно так Сказать Поступают Сюда И Она Растет Вдаль Вдаль Да Я смотрю Уже Достаточно Много Сделано По-моему Больше Половины Больше Половины Почти Уже Выполнено В соответствии Когда будет Выполнено Непосредственно Весь Подвесной Путь Дальше Будет Производиться Затяжка Троссового Пути И Его Монолич Спасибо Большое Но Насколько Я в курсе Уже И На третьей Линии То есть На Грузовой Начинаются Работы То есть Все Три Транспортные Системы Монтируются Практически Одновременно На какой Стадии Грузовая Находится Сейчас Трасса На данный Момент На прошлой Неделе Поступили Металлоконструкции Погрузочной Линии Соответственно На сегодняшний Грузовой Линии Извиняюсь На данный Момент У нас Производятся Все Измерительные Работы Выверочные И На следующей Неделе Мы Приступим Непосредственно К монтажу Станции Натяжения Спасибо большое Подписывайтесь На наш канал YouTube Следите за Обновлениями Новостей На официальном Сайте Международной Группы Компаний Skyway По адресу rsv Defisystems.com Поддерживайте Наш проект И у вас Все в жизни Будет путем Строй Skyway Спасай Планету Здравствуйте С вами Михаил Кириченко Вы смотрите Новости Skyway В которых Мы Рассказываем Вам О разработках И внедрении Прорывных Транспортных Технологий Как мы Вам Уже Сообщались Анатолием Эдуардовичем В одном Из последних Репортажей Из Экотехнопарка До испытаний Подвижного Состава Остались Не недели А дни Так вот Сообщаем Что эти Испытания Уже Успешно Проводятся Но обо всем По порядку И лучше всего Об этом Поведает Естественно Генеральный Конструктор Skyway Анатолий Эдуардович Юницкий Добрый день Анатолий Эдуардович Добрый день Вы правы Действительно Не один день Уже идут Испытания Тестовые Естественно Но То что Поедет Колесо По рельсу Было понятно Уже всем Не могли бы Вы рассказать Что именно Мы здесь Испытываем Ну Не забывайте У нас колесо Необычное Рельс Необычное Поэтому Многие Не верят Что поедет Но Прежде чем Проводить Испытания На тестовых Участках Мы должны Испытать Ходовую Тележку Для того Чтобы смоделировать Разгон Торможение Потом Позиционирование Мы ведь Позиционировать Должны На станциях Сочностью До 10 Миллиметров Чтобы Дверь Открыть Какие Ускорения Есть Нужное Сцепление С рельсом Не Проскальзывает Колесо При Разгоне Ну Естественно Шумы Ну Мы Всяхи Присутствуем Тут Идет Полноходом Работа И Слышна И Слышен Шум Небольшой От Нашей Дороги Ну Потому Что Мы Смоделировали Дорогу Но Эта дорога Ненастоящая Неструнная Здесь Обычно Стальная Балка Выполнена В виде Фермы И Я Вспоминаю Эти старые Фермы Мне очень Нравятся Советские Когда Там Целина Вот Зовут на Обед Доярок Трактористов В рельс Постучали По рельсу И За три Километра Слышно Побежали На обед И Мы знаем Как Железная Дорога Слышна Она Слышна На километре За километром А Здесь Шум На самом деле Небольшой Но В нашем Модели Нашей Дороги Нет Бетона А Причем Бетона Специального Ну И Здесь Он Не Нужен И Мы Который Собственно Будет Гасить Шумы Потому Что За счет Сил Внутреннего Трения Бетон Гасит Везде Позон Колебаний Шумов От Ультразвука До Ультразвука И Мы Тоже Здесь Меряем Шум Сколько Децибел Что Потом Надо Было Сравнить С Шумом На Дороге Где Нет Пустотелых Конструкций Они Заполнены Будет Специальный Бетон И Вот Эти Все Испытания Мы Проводим Не Один День Чтобы Потом Тележку Она Полностью Здесь Она Не Смоделирована Настоящая Ходовая Тележка Если я правильно Понимаю Это та тележка Которая стояла В Юнибайке Которую Достали Для того Чтобы Довести Перед Тем Как Поступит И Юнибайк И Юнибус На Ходовые Испытания Полноценные В Экотехнопарке Потому что Мы сделали Не макет Юнибайка А промышленный Образец Со всей Начинкой С ходовой Частью Естественно С рамой И так далее Несущая Так вот Ходовая часть Несущая рама И все Что на ней Размещено Там Аккумуляторы Накопители Энергии Которых хватает Например На день испытаний На целый день Там До 200 км Может Потом На Аккумуляторах Юнибайк Проехать Похоже На поточный Накопитель Из фильма Назад в будущее Ну что Наташ Так Тут Инвертор Стоит Тут Стоят И Элементы Которые Обеспечивают Микроклимат В салоне У нас же салон Ну Термолегулированный И там И Комфорт Соответственно Только Нужными Температурными Режимами Но И Чистый Свежий Воздух Должны быть Соответственно Фильтры Стоят Вентиляторы Обогреватели Кондиционирование Должно быть Это тоже Все размещено На ходовой тележке Ну И естественно Система Автоматического Управления Она тоже Размещена На ходовой тележке Сама Система И Силовая Рама Ходовая Часть С подвеской То есть Это все То что Является Собственно Сердцем Любого Транспортного Средства И любая Каком числе И мы Вот это Сердце Испытываем Вот здесь Отдельно От Организмы Скоро мы Соедним В одно целое И вот это целое Мы уже планируем В середине ноября Поставить на ходовые испытания Докотехнопарки Спасибо большое Я так понимаю Что вот этими испытаниями Мы ответили На происки Всех Недругов Критиков Проекта Чувствуете ли вы Что уже Утерли Всем им Нос Или только Подходите К этому Ощущению Ну Можно все равно Скажем Что это из фанеры Сделано Надо Подойти Подключать голову А звук наложен А звук наложен Конечно А это вообще Фон На самом деле Так Ведь все что угодно Можно говорить Но Мы реально Делаем Реально работаем Реально даем Результаты И Ведь это вот все Вот я сам Как вот я сумел Оторганизовать За год Там был Танковый полигон Там Ямы были Глубиной 2 метра Вы же помните Бурьян Как мы Там Деревья рубили Кусты Да Облагоражили Территорию Это было год назад Все Благородному делу Господь Бог помогает Конечно И сейчас смотрите Уже две машины Целиком готовы Уже первая Тестовая трасса Будет готова Потом Буквально через Пару месяцев Будет вторая И где-то через Три-четыре месяца Третья Где уже И мы еще Другой подвижной Состав готовим Кроны этого У нас есть еще Другой тип Городского Я пока Не буду говорить Детали Детали Он будет В виде Небольшого поезда И грузовые Юнитраки Мы тоже Уже Приступили К изготовлению Рабочая документация Уже есть Для того Чтобы Возить Цепучие И штучные И жидкие Грузы Анатолий Эдуардович Хотелось бы Также спросить А насколько Приближены К оптимальным Или к естественным Условия проведения Эксперимента Ведь поскольку Ездит Одна ходовая часть Или Тележка Без Самого Юнибайка Там Распределение Веса И прочие Характеристики Учитываются ли Безусловно Учтены Эти характеристики Это не просто Пустая тележка Ну Ходовая часть Здесь моделирована И нагрузка От Корпуса Юнибайка И пассажиров Поэтому Эта тележка Нагружена Еще нагрузкой 500 килограмм Она подвешена Эта нагрузка Поэтому Здесь Не смоделируем Только Ну Габариты И Допустим Там Парусность Или ветровые нагрузки Ну А то мы уже там Смоделируем В экотехнопарке А все Массовые Инерционные Вот эти характеристики Они здесь соблюдены То есть Самое главное Мы проводим Скажем так В тепличных В идеальных В удобных Для работы Условиях В цеху Нашего опытного Экспериментального Производства И по большому счету Если все успешно Пройдет здесь Это будет Практически Ну как я понимаю Процентов на 90 Гарантии Что все точно так же Пройдет и в экотехнопарке На 100% Гарантии Какие 90 Здесь смоделируем Все Ну Не смоделируем Только допустим Погодные условия Ну если двигатель Автомобиль Работает на стенде Наверное под капотом Он тоже будет работать Поэтому у нас Будет свой капот Мы же оденем Потом Корпус Защиту Все От дождя От ветра От снега И там Внутри Просто В этом пространстве Там будут тепличные условия Для оборудования Такого же Как в цехе Спасибо большое Откройте Самую страшную Тайну Skyway Кто будет первым Пассажиром В юнибайке Никто А я слышал Что ваши коты Нет Нет Они нельзя Дело в том Что до сертификации Это запрещено Не Ну я не говорю Нарушение будет После сертификации Тогда Ну после Нет После Я должен быть Я первым Я должен стать Под дорогой Первым Чтобы показать Не упало Не Не обрушилось Я должен Сесть первым Чтобы Быть уверенным Что не погибнут Люди Которые там будут Делать Это я должен Вы настоящий капитан Спасибо вам Я Переполняем Всякими чувствами Все исключительно Позитивные Прежде чем Мы завершим Репортаж Скажите еще То что вы хотите Но я Почему-то Об этом Вас еще не спросил Ну И что В главном И что еще важно Мы стоим В нашем цехе Испытания Идут В нашем цехе На нашем заводе Мы находимся В цехах Опытного Опытного Производства Юнибус Опытно-экспериментального Производства Юнибус Мы Я не имею ввиду Зао Струной технологии Себя Потому что Совладельцами Всего-то являются Наши инвесторы Акционеры Которые Прибыли долю В общем бизнесе Технологии Они тоже Совладельцы И это Очень важно Потому что Совсем недавно У нас Ничего этого не было И мы буквально На коленке Все делали Сейчас нет У нас серьезного Производства Оснащенное Достойным Оборудованием Которое мы сейчас Это производство Расширяем Мы приобретаем Очень серьезное Оборудование Сейчас Потому что Мы намечены Уже Скоро перейти К мелкосерийному Производству От Одиночного Производства От Мелкой серии А потом уже И крупной серии Потому что У нас Много сейчас Потенциальных Заказчиков Которые В ближайшее время Будут приезжать Нам Готовы Приехать Чтобы ознакомиться С нашим Производством И оценить Способны ли мы Изготовить Подвижной состав И путевую структуру Для реализации Адресного проекта В ряде стран Я не буду называть Эти страны Их около десятка Но вы скоро В одну из этих стран Едете Насколько я знаю Да Буквально в понедельник Но прежде чем Мы начнем осуществлять Все эти адресные проекты Как я понимаю Мы должны еще Пройти сертификацию И это Начнется В экотехнопарке Не могли бы вы По срокам сориентировать Потому что Все наши партнеры Очень интересуются Нет Так то что мы видим Это тоже элементы Сертификации Это не просто Мы сделали И моделируем Работу В том числе Путевую структуру Это часть сертификации Она идет А завершим ее Весной В следующем году Спасибо большое Анатолий Эдуардович Подписывайтесь на наш канал Ютуб Следите за обновлениями новостей На официальном сайте Международной группы Компании Skyway По адресу Поддерживайте наш проект Ибо в нем Мечты Сбываются Строй Skyway Спасай планету До свидания Что-либо Дополнять Особенно с точки зрения Что идет Что не идет Что происходит Как действует Что когда будет Поэтому здесь Друзья Как раз Ответы на все вопросы Целиком И полностью Поэтому 29 числа Готовятся Друзья Чтобы Не гоняли Ни на какого ажиотажа И не было никаких Вот тут у нас говорят Когда начнет работать Когда презентация Друзья Это ни в коем случае Никакая не презентация Это первый технический прогон На который мы специально Пригласили Несколько делегаций Для того чтобы Они в рабочем режиме Увидели Что идет строительство Идут тестовые прогоны Идут испытания Идут монтаж Скоростной системы Разгонной Идет монтаж Анкерных опор И промежуточных опор Под грузовые Под 200 миллионов тонн Сыпучих грузов Идут Уже под городскую систему Которая дает пролеты Полтора километра Идет монтаж Точнее Подготовительные работы Под легкую Юнибайковую трассу Которая будет еще более легкая И простая Этот процесс идет А эти тестовые прогоны Это то что показывает Что технология Уже реализована Что она работает И то о чем мы говорили Идет Это рабочий момент И нам очень важно Сейчас не показать Законченную Законченную Друзья И когда мы будем Все показывать Это будет уже апрель месяц Когда мы с вами Будем видеть сразу Несколько вариантов Когда будет уже Действительно Праздник Когда будет С точки зрения Готового продукта А сейчас друзья Это технический Промежуточный этап Но Он очень важный И он очень важный Почему мы сейчас Решаемся на это Пойти и показать Он показывает Что технология существует То есть можно подойти Удариться головой О опору Тнуть ногой Юнибайк Юнибус и сказать Ты не существуешь Но ты ездишь Вот это Право уже будет И поэтому Все кто в прямом эфире Будут это смотреть Вы это увидите Все кто будут там Находиться Репортажи То есть друзья Вопрос о том Есть или нет Сделали или не сделали Это соответственно Все будет убрано И для нас Это как раз Очень важно Дальше друзья Работа Экотехнопарк Товой создается Он будет постоянно Что-либо демонстрировать Постоянно Он будет в постоянном Режиме показывать Новые варианты Подвижного состава Новые трассы Новые станции Новые возможности Новые технологии И так далее И это его судьба На ближайшие 100 лет Соответственно Таких экотехнопарков Будет несколько Сейчас я могу сказать Что уже на следующий год Планируется Экотехнопарк Запустить свой В Австралии Для запуска И демонстрации И сертификации Обсуждается Такой же Экотехнопарк Отдельно в Челябинской области Они просят у себя Поставить опытный Участок Такой же Не такой же А отдельные элементы Экотехнопарка Обсуждаются Смотрятся в Канаде В Америке Это тоже друзья Развитие проекта Я сейчас Расскажу Зачем Вот мы сейчас делаем И зачем Это сейчас происходит Значит друзья По поводу Еще раз С технического прогона Чтобы не было Никаких ажиотажей Или не было Никаких там Недосказанностей Друзья Это показ Технический показ Работающей технологии Как Первый Отчет перед инвесторами Которые Инвестировали Показали Что это работает И второе Более важный момент Сейчас друзья Это будет Несколько делегаций Из разных стран Какие мы вам покажем Сейчас потому что Кто-то подтверждает Своё участие Наоборот От кого-то мы сейчас Отказываемся Потому что В том плане Что мы в декабре Будем делать вторую Такую уже презентацию Буквально Через 2-3 Через 2-3 недели Именно уже С показом Определенных Этот процесс Будет идти постоянный И соответственно Самая главная Задача Которая перед нами Сейчас И перед вами стоит Это показать И Именно действующий Комплекс И соответственно На этом мы сейчас готовы Хотя работа Будет еще вестись Доводка будет вести Вестись испытания Определенных узлов Будет вестись Друзья Это все строится В первые То есть в данный момент Это все натягивается Делается Крепится Изучается В том числе И научно-практическая Конструкторская работа Вот что-то испытывалось В цехах Вот что испытывалось А что-то испытывается Сейчас в поле Что-то дорабатывается Делается Но 29 числа Уже однозначно Будет что показать И что посмотреть И мы как раз Это делаем Это готовим И инвесторы Которые туда приедут В основном Это уже потенциальные Заказчики Именно на технологии И им будет показано Несколько Ключевых моментов Первое О том Что вот Что уже готово Какие узлы Элементы Какие узлы Элементы готовятся И соответственно И калиф И команда И территория Где это сейчас Производится Вот соответственно Цель и задача И я абсолютно Друзья Уверен Что Эта цель Будет достигнута Значит Основная Скажем так Как это сейчас Принято говорить Фишка Того что сейчас Будет продемонстрировано Это Вот эта легкая Городская И грузовая система То есть она может Служить не только Городской Пассажирской Но и легкой Грузовой системой Соответственно С перевозкой До 50 миллионов Тон Грузов в год Вот соответственно Это система Которая может Заменить И убрать Все фуры Сегодня с европейских Дорог С американских Дорог Это очень Простая Строящая система Так вот Основное требование К этой системе Это большие доты О том Что она может Пройти Она может Перейти Автострады Существующие Она может Перейти Водные преграды Она может Перейти Авиадуки Линии электропередач Соответственно Нужны пролеты 200 400 800 И полтора Километра И на сегодняшний Момент Уже Монтировано И Сейчас Испытывается Эта путевая Структура С Элементами 200 400 И 200 Метров То есть 800 метров Она идет Над землей Когда Юнибус У юнибайк Висят Буквально Несколько Сантиметров Над землей То есть Показывает Что Она идет Потом Они уходят На Более На И проходят 200 400 Метров То есть Вот что Будет Продемонстрировано Друзья Для чего Сейчас И для чего Это сейчас Показывается Вот Это Вид Недельной Давности Это 17 Октября Нет Это Самых Двухнедельной Давности Промежуточные Опоры Которые Сейчас На которых Сейчас Монтируется Путевая Структура Так вот Это Демонстрируется Для того Чтобы Можно Проходить Любые Препятствия Я могу Сказать Что Сразу Одна Аналогичная Система Легкого Городского Пассажиров Транспорта С Отпускной Воспособностью 300 Тысяч Пассажиров В сутки Она Даже Близко Не Может Подойти К Этой Системе Поэтому То Что Сего Делается И Демонстрируется Это Уже Уникальный Момент И Уже Очень Серьезная Заявка На то Что Мы Можем Решать Серьезные Задачи Одно Декларация О том Что Мы Можем Решить Сегодня Все Транспортные Проблемы Мегаполиса Подняв На второй Уровень И Проходя Сегодня Такими Пролетами Все Препятствия Это Уже На Сегодняшний Момент То Что Вызывает Просто Ожиотнаженный Интерес К Этой Системе И Таким Образом 29 Ноября Друзья Это Наши Партнеры Это Наши Крупные Потенциальные Инвесторы Они Тут Увидят С ними Будет Серьезный Прям Там В Экотехнопарке Разговор И Мы Как раз Рассчитываем На то Что Дальше После Этого Мы Выйдем Уже В первые Такие Крупные Предзаказы Для того Чтобы И Рассматривать Проекты В Австралии А туда Приедет И Рот Хук Это Руководитель Нашей Управляющей Компанией Скайвей Австралия Приедет Сенатор От Аделаиды Штат Где Сегодня Проектируется Первый Приедут Ведущие Эксперты Аурикона Это Нашего Партнера Который В совместной Ведительности Которые Сегодня Именно С нами Участвует Как Партнер По Проектированию Высотных Зданий Совмещенных Санкер Это Как раз Друзья Будет Руководитель Управляющей Компанией Саканады Очень Крупный Бизнесмен Все Друзья Отчеты Все Сделаем Покажем Вам Сейчас Это Предварительный Будет Очень Большая Делегация С Израиля Будет Делегация С Америки То Это Который Рассматривал И Руководитель Управляющей Компанией Скайвей Хьюстон То есть Та компания Которая Планирует Сейчас Проекты В Америке Ну и Тут Друзья Если Америку Вспомнили Нельзя Сейчас Не Сказать Два Слова О Выборах Которые Сегодня Закончены Которые Выиграл Дональд Трамп То есть Для меня Это Была Полная Неожиданность Я Был Был Уверен И Везде Говорил О том Что Выиграет Клан Клинтонов Потому Что Вся Информация И Все С кем Я Общался Люди Были Абсолютно Уверенные Эксперты Которые На Высоком Уровне В Америке Общаются И С кем Мы Ведем Переговоры Они Были Абсолютно Уверенные И Соответственно У нас Исходя Из этого Также Были Представления Что Выиграет Клан Клинтонов И Я До Сегодня Утро Даже Не Сомневался На То Чтобы Трамп С Небольшим Отрывом Проиграл Но То Что Сегодня Произошло Друзья Я Могу Сказать Для Меня Это Пересмотр Очень Многих Позиций Во Первых Я Пересмотрел Отношения К тем Экспертам На Кого Я Ориентировался Это Раз Второе Это Говорит О Том Что Как Бы Не Говорили А Уровень Демократии Все Таки В Америке Крайне Высок Это Говорит О том Что Человек Который Очень Эпатажен И Занимается Шоу Бизнесом Может Таким Образом Привлечь Себе Внимание Ну И В Третьем Вопрос Друзья Что У наших Друзей И У наших Партнеров Очень Серьезные Связи Именно В команде Донавра Трампа Поэтому Я Высказывал Свои Соболезнования Было 6 утра По Москве О том Что Все Победа Практически Предрешена Но Я Честно Говоря Друзья До Десяти По Москве Не Мог Поверить Сейчас Это Факт Уже Свершившееся Вот И Я Могу Сказать Что Это Одно Вот Лично Там Для Меня Лично Для Той Команды С Кем Мы Там Работаем Это Конечно Очень Большой Успех Вот Потому Что Мы С ними Давно Уже Работаем И Это Говорит О том Что Skyway В Америке Теперь Будет Представляться Несколько По-другому Это Для меня Полная Неожиданность И Меня Тут Упрекали Что Я В своих Прогнозах Здесь Могу Ошибаться Да Друзья Здесь Я Был Скажем Так Не То Что Не Совсем Прав А Эксперты На Кого Я Ориентировался Оказались Не Совсем Точно Ну Друзья Это То Что Америки Так Вот Будет Руководитель Управляющей Компанией Skyway Хьюстон Который Рассматривает Ряд Проектов В том Числе Один Из Проектов Это Строительство Экотехнопарка И В Пустыне Нилана То 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 Я думаю Что Сейчас С Этими Событиями Которые Произошли Я думаю Все Будет Двигаться Еще Более Интересно Еще Сейчас Есть ряд Переговоров И заявок Очень Серьезных Бизнесменов Которые Может Быть Будут На этой Встрече А может Быть Мы Подготовим Уже Следующую Где-то На середину Декабря Чтобы Все В одну Кучу Не Сваливать Вот И Соответственно Мы Вам 29 Все Расскажем Будет Вот Естественно В рамках Того Что Можно Оказывать И Кого Можно Показывать Вы Все Это Увидите Вот Но Для Нас Друзья Самое Главное И Мы Сейчас Переходим К Сегодняшней Теме Разговоров Которую Я Запустил На Прошлой Неделе Это По Тролям Потому Что Друзья Сегодня Это Уже Очень Трудно Сказать Что Находясь В цеху Находясь На площадке Настроительность Что У вас Ничего Нет Вы Обманываете Вы Обманываете По срокам Вы Обманываете Вот Я Здесь Могу Сказать Что Друзья Никто Никого Не Обманывает Мы За это Очень Жестко Отвечаем И За свои Слова И Юницкий Насколько Я его Знаю Ни разу Не Было Случай Чтобы Он Говорил А Чего То Не Происходил Да Может Быть Сдвижка Вот Запуск Технологий Но Это Друзья Не По Зависящим От него Причинам Это Вопрос Только Задержки Финансирования И Только Проблемы С Поставщиками Которым Нерегулярно Оплачивали Работы И Поэтому Юницкий Был Заложником Этой Системы Сейчас Идет Все Более Планно В Экотехнопарке Здесь Произошло Не сдвиг А более Такое Распределенное Сейчас По срокам Потому что Сразу Задачи Усложнились Потому что Юницкий Принял решение Запускать Не одно Одновременно Четыре Сразу Трассы Вот Это Тоже Все И по Затратам И по Срокам Очень Накладно И сложно Но Основной Трех Как мы говорили Что осень Этого года Октябрь Ноябрь Как мы Изначально Говорили Это Демонстрация В Берлине И тоже Как вы понимаете Друзья Это отняло Очень много Сил Именно Организовать И само Проведение Выставки А потом Еще и Две Неплановые Выставки Когда уже После После Берлина Попросили Выставиться Еще На транспортной Неделе В Минске А потом На энергетическом Форуме Поэтому Еще практически Месяц Две машины Стояли На эти Выставки Поэтому Это Несколько Сроки Сдвинуло Ну не то Что сдвинуло Друзья Это просто Внесло Определенную Корректировку Ну как говорили Что октябрь Ноябрь Вот это Произойдет И Опытные Прогоны Сейчас Вот как Вы видели Репортажи Все испытания В цеху Именно Подвижных Модулей Они Произведены Сейчас Идет Монтаж Опытные Испытания И Я абсолютно Уверен Что 29 Числа Мы увидим Именно Уже Запуск Тестовые Прогоны Свидетелями Которого Мы Будем Участвовать После этого Друзья Я думаю Что Кто Мне Будет Говорить Сать Или еще Так сказать Говорить О том Что технологии Не существует Вы что-то Обманываете То Ну Обычно Если Если То 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 Спасибо. 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 Так, ну вот, друзья, значит, давайте уже тогда, значит, помните, я в прошлый раз поставил вопрос по троллям и даже запустил некий такой момент, что если вы найдете тролля, который готов выйти на общение, который готов на то, чтобы аргументировать свою позицию, то я готов пригласить, предоставить площадку для того, чтобы на выбирать и обсудить все вопросы, которые есть. Пускай там перед нами, я сказал, что даже отключу чат, чтобы его не обзывали последними словами, чтобы не было ничего, как бы, вот. Два тролля, я вам могу сказать, откликнулись на этот предмет. Я, конечно, производю очень печальное такое качество, потому что, ну, сразу понятно, что это в большинстве случаев психически неадекватные люди, вот. И когда на мой вопрос, давайте мы сначала попереписываемся, то есть у них сразу, включайте меня в прямой эфир, а что буду говорить, разницы никакой. Я говорю, что давайте сначала, может быть, мы с вами попереписываемся, а потом обсудим, как бы, вопрос, потому что все-таки, скажем так, все-таки народу много и... Сейчас, секундочку, попробую запустить. Надо аргументировать свою позицию, поэтому давайте сначала обсудим с вами вопросы. Вот. На что один сразу отказался, говорит, я не буду ничего с тобой обсуждать, давай мне эфир, так сказать, и больше меня это не волнует. Вот. А еще двое. Один привел аргумент о том, что я говорю чушь, потому что в тапочках из своей комнаты перемещаться в Париж невозможно, и он готов аргументировать свою позицию. Вот. На что я у него спросил, а у тебя другие аргументы по Транснету и по Skyway нет? Есть. Он сказал, вот это меня бесит, и вы полную чушь говорите. Пришлось с ним согласиться, потому что насчет тапочек у нас тоже с Юницким идут большие споры такие, именно идеологические. Мне почему-то кажется, что всегда надо быть в тапочках и перемещаться, чтобы можно было в Париж, в Нью-Йорк, в Лондон. Юницкий почему-то утверждает, что надо ходить босиком, и сразу, чтобы выходя из юнибайка, можно было ходить по травке босиком. Поэтому пришлось с этим троллем согласиться, в принципе, ну босиком или в тапочках, ну какая разница, так сказать. Ну ладно, пускай будет босиком, если так сильно хотят. Если ему не нравится, что я буду в тапочках, ну я согласен, что я эти тапочки сниму. Вот. Но включать я его все-таки в это самое не стал. Вот. Второй очень оголдало говорил, то есть он на 60 страницах привел недостатки системы Skyway, но основной аргумент, почему мы обманываем сегодня наших акционеров, заключается в том, что РЖД не даст нам строить систему Skyway. Я ему задал вопрос, а при чем здесь РЖД? Он говорит, это монополист, в России он от стратегии развития скоростного движения, поэтому у вас ничего не получится, и вы обманете своих акционеров. Я ему задаю вопрос, слушай, уважаемый, у нас сегодня акционеры из 102 стран мира, 102, еще раз повторяю, 102 страны мира, со всех континентов. Почему наши РЖД сегодня им не позволят получать дивиденды? Я вот совсем не понял. Более того, сегодня Юницкий и Бабурина с самолетов не улазят, они сегодня адресные проекты рассматривают по всем, наверное, уголкам мира. Сегодня трудно назвать уголок, где не производится, это и Боливия, и Индия, и Китай, и Америка, и Канада, и Израиль. А там ни одного километра у РЖД нет. Как может РЖД сегодня мешать строить дорогу во Вьетнаме, или в Монголии, где у нас есть партнеры, или в Канаде, где сегодня рассматриваются? Вот я, честно говоря, аргументы этого бойца тоже не понял. На что он потом начал писать матами, начал писать, так сказать, это вы все равно всех обманете. И последний аргумент, который я сказал, что, друзья, мы отстроили сегодня таким образом систему, что неважно, в каком уголке мира начнется строиться первый проект, потом будет развиваться. И нам все равно, будет это развиваться сегодня в России или нет. Если сегодня РЖД будет стоять насмерть и говорить, мы сегодня сайвы в Россию не пустим, но это как в свое время, если бы руководитель РЖД или руководитель встал и сказал, я им не прущу интернет в Россию. Ну и флаг ему в руки, не пускай. Просто когда он по всему миру стал развиваться, хочешь не хочешь, надо развивать его и в России. Пришел сюда интернет, может быть не в первую очередь. Поэтому, друзья, это не серьезно обсуждать, поэтому я пока за эту неделю, вот я говорю, три вот эти позиции проговорил, но серьезных людей, которые могут сегодня аргументировать свою позицию с точки зрения, что я лох с 17-летним стажем и я лохотронщик, то есть я привожу людей, которых я обманываю, я пока не услышал. Но, друзья, тут происходит еще ряд событий, то есть на этой неделе появились очень многочисленные ролики, меня просто закидали все и в почту, и сообщениями, что наш бывший там партнер, директор, зачастую можно сказать и друг, это Виктор Узлов, разродился интервью в трех частях, где опять обливает грязью Юницкого, про себя не могу к чести ничего сказать, он про меня ничего плохого там не сказал, но все равно он меня очень здорово разозлил этими интервью, этими показами, потому что там нет ни слова правды. То есть в очередной раз Узлов просто вылил кучу помоев, как он сказал, из унитаза, правда почему-то он это давал Юницкому, он почему-то полностью переврал то, что было в озерах, он почему-то полностью переврал то, что сейчас происходит, и таким образом, друзья, я считаю своей честью, я считаю это своими, ответить на очень многие вопросы, то, что касается особенно истории развития озер, потому что, друзья, это все было на моих глазах, я там каждую гайку, каждое ведро цемента, каждую струну я там обнимал тряпочкой, протирал, фотографировал, и это все произошло на моих глазах, потому что я привел туда основных инвесторов, первых, я там был с Анатолием Дуаровичем, потому что для меня это была мечта жизни, я считал, что мы сейчас закончим строительство озер, и очередь будет выстраиваться от озера до самого Кремля, и очень был удивлен и поражен, когда этого не произошло, но это, друзья, потом. Вот, поэтому я могу сказать, что я видел, как это дело, как это давалось Юницкому, как он там ночами натягивал, делал и заливал бетон, и так далее, и так далее, и как сегодня Узлов, который пришел в проект спустя 9 лет после того, как был построен полигон в озерах, после того, как он с уст людей, которых он, постараясь захватить организацию, в которой он был генеральным директором и не основным учредителем, подделав документы для суда, вот, а я участвовал с ним в судебных разбирательствах, когда он пытался и взыскать определенные суммы подделов подписи Юницкого, и когда он подделал подписи для того, чтобы вывести Юницкого из учредителей в Австралии, то есть это полностью абсолютно бесчестный мошенник, который занимается только такими методами. И если бы он ничего не говорил, не трогай, я бы, может быть, и молчал. Опять же, давайте его словами из тех репортажей, которые он говорил. «Виктор, если тебя никто не трогает, зачем из тебя это говно лезет?» «Виктор, если сегодня ты создаешь транспортную систему, так создавай, кто тебе ее мешает?» «Я, кстати, купил твой фонарик с батарейкой два года назад, так, кстати, его до сих пор не получил. Поэтому будь добр, я инвестировал деньги, верни мне мой фонарик, который ты обещал сделать два года назад». И второй момент. Виктор Васильевич Морозов, который, будучи у нас председателем Совета директоров, также инвестировал в твою компанию, ты им обещал определенные дивиденды два года назад. Два года назад что-то ни тебя, ни дивидендов, и даже договоров никаких нет. Тоже на этот предмет прошу очень хорошо подумать, когда ты суды там показываешь и кем-то это сам. Теперь вот по поводу золотых колесниц, которые Узлов неожиданно стал обладателем золотой колесницы. То есть он пришел и узнал о струнных технологиях Юницкого, когда уже полигон 10 лет стоял. И в это время Узлов теперь становится обладателем премии золотой колесницы за изобретение инноваций в сфере транспорта. Но это бог с ним, Виктор, тут нет никаких вопросов. И к тебе, как к создателю новой транспортной системы, создавай. Более того, ты уверен, что у Юницкого есть я в руки. Единственный вопрос. Я с Юницким участвовал в создании первого полигона в озерах. Я с Юницким участвовал в создании второго полигона. Сегодня в Вариной горке мы опять строим. Через три недели мы показываем. У нас процесс идет, машины готовы, конструкторское бюро работает. Все идет. Где твое? Покажи хоть что-нибудь. Не бла-бла-бла языком. Ты говорил, у тебя какие-то машины, чудо-батарейки, аккумуляторы, которые работают от напряжения Тесла. Еще не важно, что. У тебя много кучи изобретений от вечных двигателей. Бог с ними. Во-первых, ты что-нибудь покажи. Во-вторых, ты строишь дорогу. Тоже ты упоминал Капитонова, которого ты в глаза никогда не видел и никогда с ним не общался. А я Сашу Капитонова очень хорошо знал. Который Капвей тоже украл технологию Юницкого и строил с Капвей. К сожалению, плохо кончил. И Дмитрия Терехина, которого ты упоминал, это мой товарищ, которого я привел в проект. Я тоже его очень хорошо знаю. У которого тоже был конфликт с Юницким. И из-за того, что он также пытался подделать документ. Поэтому, когда ты говорил, что он жалобным голосом говорил, что его все кидают. Да нет, просто приходят такие жулики, как ты, и пытаются отобрать. Еще один очень момент, который меня интересный зацепил в этом интервью. Ты сказал, что, чтобы сейчас сделали, 25% принадлежит тебе. Это, то есть, мы сейчас создали Skyway, сделали, инвестировали в 102 стран мира. И ты будешь претендовать на 25%, исходя из того, что ты подделал документы и подписал липовый лицензионный договор. Но это, Виктор, значит, так сказать, весь вопрос. Это сверх наглости с твоей стороны. Я тебе могу сказать, ты просто мошенник с этой точки зрения. И встретимся в суде, обсудим. Если я сейчас затронул твою честь и достоинство, давай подавай на меня в суд. Я готов обсуждать и делать каждое твое слово. Но то, что как вы врали по поводу фотографий, которые сейчас Алексей показывал в курсе, когда подали в суд, что сейчас фотография с Зилом висит на сайте Узлова. И он этой фотографией показывает, что Узлов и Дуботовка имеют какое-то отношение к технологии. То есть, видите, вот с правой стороны была фотография Зилов, я стоял, Юницкий и Дуботовка. Они в том фотошопе стерли Юницкого, оставили Дуботовку. И говорят, вот это доказательство того, что Дуботовка имеет отношение к... Больше нет никакого. То есть, и в суде судья... Кстати, очень интересное судебное заседание. Я думаю, что я был на всех трех заседаниях, которые длились по 8 часов. Это в Верховном суде, это весной было в Верховном суде Беларуси. Судья рассмотрел технологию и приобщил к делу все. Мы даже удивились, что он приобщил и интервью Громова, и интервью Лебедя, и интервью президента Адыгеи, Савмена Хазрет Меджидовича, который там был, и Кошмана, и министра строительства России на тот момент. И все документы, и даже документы, которые Узлов писал о том, что эта технология принадлежит ему, и делал на это заключение проблем транспорта в Санкт-Петербурге Белого. И то письмо, которое Белый потом опровергал о том, что он давал Узлову. Это, друзья, совсем другая история. Весь вопрос, что если бы эта фотография не использовалась как доказательство, то флаг им в руки. Но почему, Узлов, ты держишь эту фотографию у себя на сайте, показывая ее как доказательство принадлежности технологии, когда там фотошопом убрали Юницкого? И суд это доказал. Более того, когда вы на суд пригнали шесть свидетелей, лжесвидетелей, которые просто, ну, представляете, друзья, человек, который, он говорит, я на полигоне на этом убирал мусор в 2000 году, представляете, да? И поэтому я сейчас утверждаю, что Юницкий врун. Представляете слова, да, на суде, в котором он говорит? Это, друзья, не то, что детский лепет, это уже другие слова. Когда группа лиц по сговору делает заведомо ложные доказательства, и в Верховном суде пытается Верховного суду, судью ввести в заблуждение. Виктор, а это уже уголовное преступление. И ты, Дубатовка, за это ответите. Реально ответите. Потому что то, что концерт, который вы устроили в Верховном суде Даруси, просто так проходить не должно. И теперь, друзья, очень интересная мысль, на которую навел Узлов. Если он сказал, что фотография с этим ЗИЛом является принадлежность к технологии, к совладению технологии, то, наверное, это надо реализовать, друзья. И очень интересная мысль. Почему мы... Не то, что почему. Сегодня идет реставрирование этого ЗИЛа. Действительно, нам повезло. Мы его нашли в озерах, этот ЗИЛ. И он будет реставрирован. И как экспонат будет выставлен в озерах. И когда в октябре приедем, он будет в обязательном порядке стоять. И каждый из тысяч, друзья, из тысяч людей, которые приедут и которые являются инвесторами Skyway, они могут сфотографироваться и на фоне этого ЗИЛа, и внутри этого ЗИЛа. Это история. И эта, друзья, фотография будет действительно подтверждением того, что вы являетесь совладельцами технологии. Вы являетесь инвесторами и партнерами. Те, кто приедет в Экотехнопарк в апреле и сфотографируется, эта фотография будет действительно подтверждением. А вот фотография Дубатовки, у Злова там быть не могло, он через 9 лет пришел в проект. Так вот, подтверждение Дубатовки, что он сфотографировался с этим ЗИЛом, то, что он имеет к этому отношение, и он является автором технологии, это, друзья, вранье. Я могу сказать, как печально они выглядели и на суде, и сейчас в этом интервью. Виктор, знаешь, что я могу и тебе сказать, и Дубатовке, и Салиму еще, тоже можешь передать, но я ему эту запись и сам отправлю. Еще один мошенник по поводу исков, которого ты говорил, не твои иски сейчас в Москве ходят, по которым доставляют проблему мне и Юницкому, а иски Салима. Это еще один жулик, еще один неудачник, который пытался в свое время примазаться к проекту. Примазаться. Так вот, я могу сказать, друзья, вот это я уже ко всем обращаюсь, а к Вите Узлову конкретно. Виктор, для тебя будет самое большое наказание, когда мы это сделаем. Мы это сделаем, покажем и будем двигаться дальше. А ты смотри и имей в виду, ты мог быть причастным к этому, ты был частью этого проекта, но ты принял совсем другую логику, ты принял совсем другие ориентиры. И то, что ты сейчас делаешь, особенно обливая грязью Юницкого, я бы это не начал говорить, если бы ты это не сказал. И про унитаз, и про говно, которое лезет. И еще ты очень правильно сказал, Виктор, и мы с тобой это знаем. Мне не надо правду рассказывать, и тебе не надо рассказывать. Мы с тобой ее очень хорошо знаем. Ты сказал очень правильную вещь. Мы все ходим под Богом. И Бог нас всех рассудит. И тебя в том числе. И мы знаем и про те иски, которые ты писал, подделывая подпись, и доверенности, которые ты подписывал, и лицензионный договор, который ты заключил, и сколько ты еще там крови нам попил, и еще собираешься пить. Так вот, я тебе говорю, занимайся своим делом, делай свои батарейки, делай свои вечные двигатели, делай что хочешь. Только не называй дуботовку создателем струнной технологии, и то, что он построил озера. Не надо меня трогать. Для меня договор и в озерах полигон очень важная для меня вещь. Я принимал в этом участие. И не надо меня трогать и обманывать. Это я тебя просто прошу. Понял, Виктор? И как ты сказал, я надеюсь, что эта запись будет выложена, и ты обязательно ее увидишь. Так вот, на сегодня я могу сказать ни слова правды в том, что ты говорил, нет. Ты просто врун. И это я могу и доказать, и подтвердить. И как ты врал и делал на суде, и судья, верховный судья тебя просто осадил и сказал, что молодой человек, кроме этой ахинеи вы можете еще что-то сказать? Нет? Так вот, я тебе могу сказать, ты можешь нести только ахинею, подтверждая какими-то тобой нарисованными бумажками. Если у тебя есть серьезные бумажки, если ты серьезно претендуешь на 25% в компании, которую мы сейчас делаем, welcome, пошли в суд. И там будем разбираться, и там мы очень четко договоримся и разберемся, соответственно, кто кому что должен. А я считаю, что я тебе ничего не должен. А вот то, что ты сейчас говоришь и льешь грязь, это, конечно... Ну вот, друзья, как вы понимаете, это в прямом эфире у нас был такой диалог с Виктором Узломом. Таким образом, чтобы... Ну а как еще, друзья, отвечать вот такого рода мошенникам, понимаете? Это человек, который был самый близкий человек к Юницкому, который был генеральным директором компании, которому он доверил управление всем, и который первое, что сделал, сделал рейдерский захват, выкинул оттуда Юницкому. Более того, он еще угрожал мне и Виктору Бабурину, что если мы будем заниматься и представлять технологию в любой точке мира, он еще нас будет в тюрьму сажать. Так вот, я могу сказать, что, Виктор, ты не прав. И мы делали, делаем и будем делать. И вопрос такой, ты делаешь свою дорогу, как ты сказал, ты делаешь свои батарейки, ты делаешь свой двигатель, вот и делай. Объясняй это людям, рассказывай, будут тебе верить, будут тебе инвестировать, флаг тебе в руки, кто против, но не трогай и не ври. А остальное все, друзья, работаем в полном, так сказать, это... Так, а тут просто развлекается. Так, ну что, друзья, видите, я считаю, что с Виктором Узловым мы в прямом эфире поговорили. Я думаю, что через некоторое время мы увидим ответ на такое послание. То есть я думаю, что он промолчать на это не сможет. Вот, поэтому таким образом... Единственное, что я для себя счел нужным, и я вчера очень долго разговаривал с Анатолем Дуаровичем Денисским, Анатолем Дуаровичем, не ваше надо отвечать вот на эти тявканье и гавканье. Потому что там нет ни слова правды, там одна чернуха, там одно вранье. И сейчас отвечать на вранье не совсем правильно. А свидетелями тех событий были только 4 человека, которые действительно были на полигоне в 2001 году. Это Анатолем Дуарович Юницкий, это Надя Косарева, его жена, это Денис Юницкий и я. Мы были там. Вот, Дуботовка в данном случае, это как наемная работа, которую наняли на работу как инженера, который сейчас выдает о том, что это он сделал. Ну, это просто жулик, так сказать. Мало ли кого, там было еще сотни людей, которых нанимали на работу. Вот, соответственно, это ответ на все вопросы, которые мы сегодня хотели сделать. Вот, ну вот, друзья, слово Алексею. Вот, Алексей у нас, как всегда, я говорю, у нас сегодня злой вебинар. Вот, Алексей сегодня будет рассказывать не про персонали, а про определенные технологии, которые тоже встали сейчас на такой путь, скажем так, конкуренции, на путь подачи. Поэтому сейчас мы будем еще и давать анализ и оценку определенных технологий, которые также сейчас собираются с нами конкурировать. Так, Алексей, тебе слово. Сергей Анатольевич, приветствую, дорогие друзья, кого видели, кого только встречаем сейчас с вводного технико-экономического вебинара. Сегодня, да, у нас такое, надеюсь, Алексей не будет погружаться в склоку. Алексей, да, не будет погружаться в склоку. Я хотел бы чисто логически, выверенно привести анализ тех компаний, которые также сейчас поработают в сфере транспорта второго уровня, также заключают соглашение. И насколько вообще вот актуально это соглашение, насколько актуальны такие слоганы, как Владимир Владимирович Путин поддержал Hyperloop. И насколько пиар акция, насколько шоу соответствует действительности, давайте сегодня проанализируем. То есть я уже неоднократно останавливался на том, что идея с транспорта второго уровня, она давно витала в воздухе. Естественно, начал ее, и это абсолютно можно проанализировать, этому есть доказательства. Есть замечательная публикация, монография, технические расчеты, где представлены струнные системы на Земле и в космосе. Замечательное вообще вот исследование на высшем техническом уровне Анатолием Эдуардовичем выполнено. Всем рекомендую прочтению на главной странице сайта Анатолия Эдуардовича. Вы можете это все увидеть. И теперь давайте перейдем к тому, что в принципе утверждал вначале Илон Маск, потом мы немножко окунемся в историю Hyperloop и посмотрим на то, что же они представили. И что же они планируют сейчас представить. И какие вообще планы у нас и у них. Во-первых, как я уже сказал на вводном технико-экономическом вебинаре вообще вот всю систему гиперскоростного транспорта, которую популяризировал и предложил как маркетолог, как пиарщик, как бизнесмен, как долларовый мультимиллионер на тот момент, потому что действительно стоит отдать должное, что бизнесом Илон Маск умеет заниматься хорошо и концепции тренды умеет улавливать еще лучше. Неизвестно, откуда он узнал. Может быть, действительно ему пришла в голову мысль. Но первым в мире вообще вот человеком, кто начал популяризировать эту идею в виде ОТС, общепланетного транспортного средства, был Анатолий Эдуардович Юницкий. И на самом деле, дорогие друзья, телевидение, масс-медиа делают свое дело, свое порой грязное дело, и действительно мы начинаем верить в то, чего на самом деле нет. И самым серьезным доказательством является, повторюсь, вот та монография в разделе публикации на главной странице Анатолия Эдуардовича, сайта, который вы можете найти. Там все описано, дорогие друзья. Еще в конце 80-х годов Анатолий Эдуардович представил концепцию перемещения в вакуумной трубе. Мы к этому вернемся. И для меня вообще было это супер новостью, когда Анатолий Эдуардович сначала в приватном разговоре, потом уже мы начали это выносить на вебинаре. То, что оказывается после скоростного перемещения, уж говорят сейчас все так о гиперскоростном, решение есть, просто о нем хотели не говорить, но если сейчас все говорят, и действительно популярица именно идет в виде гиперскоростного перемещения, то давайте, дорогие друзья, об этом поговорим. И у нас есть решение, и на самом деле вот на конференции в Словакии, о которой я расскажу чуть попозже, тоже замечательная конференция, и Европа у нас развивается очень мощными шагами, я рассказал о том, что в принципе сейчас вот те договора, спрашивали много договоров, а вот Словакий договор, Hyperloop заключил, а вы вот тут Skyway продвигаете, каким образом это можно сопоставить, кто правду говорит, кто вымысел, мы по масс-медиа ничего не понимаем, но видим, что Hyperloop делает огромный шум. Вот именно, дорогие друзья, они делают шум, это большая проплаченная пиар-компания. Наберите в поисковике Hyperloop, и просто посмотрите за несколько дней, буквально, вот события Burj Khalif, я подписан в Инстаграме на них, и слежу, слежу за нашими партнерами, компаниями, потому что конкурентами я бы их не назвал, конкуренты, это те, кто дышат в спину, а тут не то, что в спину не дышат, а на несколько сотен, а может быть даже тысячу шагов они отстали. И вчера они провели замечательное такое пиар-мероприятие на самом высоком этаже, 112 этаж, Burj Khalif, я думаю, что вы можете представить стоимость этого мероприятия, даже если небольшая презентация, а там как раз-таки была небольшая презентация, отличное мероприятие, чтобы собрать там людей, которые теоретически могут инвестировать во что? Инвестировать в хороший фантик, конфетку, визуализацию, они сделали классный ролик, замечательный, набирает количество просмотров, даже видно, что они не накручивают просмотры, и действительно идея гиперскоростного транспорта, она интересует людей, действительно, я думаю, что огромное количество арабов, просмотрит этот ролик, и будут восхищены, восхищены тем, что можно будет за несколько десятков минут добраться из одного города в другой, расположенный в странах Арабского Эмирата, странах Арабских Эмиратов, но, дорогие друзья, является ли это красивая картинка, действительно, реальность, вот тут вопрос открытый, и, собственно, если говорить про то, что продемонстрировали Hyperloop, продемонстрировали они не так давно, и давайте посмотрим, что в мае 2016-го компания Hyperloop устроила в виде фееричной презентации двигателя вакуумного поезда на полигоне в пустыне Невада, и без накладок тут, дорогие друзья, не обошлось, потому что инженеры там слишком рано запустили электрогенераторы на демонстрации, имейте в виду, на демонстрации, на которой присутствовали серьезные инвесторы, приглашенные журналисты, и эти электрогенераторы перегрелись, то есть Броган, Бэм Броган, это технический директор, на тот момент Hyperloop One снизить нагрузку и провести показ только на одном генераторе, это то же самое, примерно, если бы мы феерично в присутствии инвесторов, ну это просто бы смешно звучало, дорогие друзья, если бы мы показывали вот то, что увидели в предыдущем репортаже в размытом, на размытом фоне, ну там понятно, что действительно происходит испытание, мы не делаем из этого никакого шоу, Анатолий Эдуардович Юницкий строго-настрого категорически отказывается делать из этого какое-то шоу, там просто происходит испытание, а что же представили Hyperloop, давайте посмотрим, то есть в мае 2016 года было представлено, что супер мероприятие, супер открытие года, и вот эта вот тележечка, если посмотреть, затормозила она с помощью писателя, и посмотрите, как все аплодируют, настоящая модель американского шоу, настоящая модель того, что мы видели на выборах в Америке, и я безмерно рад и счастлив, что Дональд Трамп выиграл, потому что изучая историю Hyperloop, я могу сказать, что там определенные кланы, которые теоретически должны были победить, они имели место быть в качестве сподвижников, союзников, представьте, насколько мощно работает наше название Skyway, небесные дороги, даже в этом плане, дорогие друзья, все неспроста, и действительно, название Skyway, Анатолий Эдуардович Юницкий, не знаю, как пришло ему в голову это название, но выбрано было абсолютно неспроста, это май 2016 года, это великое их достижение, с перегоревшими электрогенераторами, и давайте посмотрим, что произошло, также была пиар-компания, менее масштабная, потому что эти ребята также соревнуются в создании подвижных составов, это Waterloop, но концепция также Hyperloop, и посмотрите, что также было освещено на различных телеканалах, что это двигается, вот это вот, это демонстрация, и это транслируется по центральным телеканалам, дорогие друзья, транслировалось ли по центральным телеканалам, вообще вот когда у нас модель 1 к 10 поехала в сентябре, дорогие друзья, но просто это глупо выкладывать, и это также было бы глупо выкладывать, как недоработанный подвижной состав, мы бы, допустим, отправили на Экотехнопарк, до начала испытаний на производственной площадке, и так далее, и тому подобное, и действительно, я могу сказать, дорогие друзья, даже если сравнивая с тем, посмотрите, на каком фоне строится Hyperloop, то есть это немножко из такой сферы темно и светло, но действительно, у нас райский сад будет цвести на Экотехнопарке, у них пустыня, с которой они не могут сделать ничего, у Анатолия Эдуардовича существует решение, дорогие друзья, с помощью гумуса, и это специальное направление Sky Soil, которое позволит нам вообще оплодораживать и восстанавливать плодородный слой пустыни, в которой сейчас строят Hyperloop. Посмотрите, действительно, вот и разрыв буквально во многие месяцы происходил, если мы еще зимой смонтировали наши промежуточные опоры, то только недавно в Твиттере у Hyperloop вам появилась вот эта вот картинка. Если мы уже давненько построили, фактически достроили первую анкерную опору, то вот это их технопарк. Это не Экотехнопарк, это мы еще поговорим о тех уронах экологии, которые будет вообще применять Hyperloop, и обязательно, обязательно, дорогие друзья, когда у нас произойдет демонстрация, мы вот эти ролики возможно и смонтируем, которые Hyperloop, Waterloop, и покажем миру действительно, что у нас не просто тележечка какая-то поехала, у нас сейчас тележка ездит, но это испытания, это испытания, которые необходимы перед, даже не демонстрацией, а генеральным технологическим прогоном, перед нашими инвесторами, и в США, я могу сказать, дорогие друзья, намного проще привлечь инвестиции, чем в России, я безмерно счастлив, что действительно мой прогноз в этом плане оправдался, и посмотрите, каким образом у нас вообще развивается инвестирование, с 2013 года только русские и русскоговорящие начинали развитие проекта Skyway, для этого сейчас введен пакет мультипликатор, для тех, кто инвестировал по дисконту 1 к 1500, 1 к 1000, и дорогие друзья, вы сейчас можете еще приумножить ваш пакет, потому что вы первые, вы первые, кто это сделал, и обязательно используйте эту возможность, и помните, что действительно вы первопроходцы, с 2013 по 2015 год, дорогие друзья, вот этот действительно марафон, этот изнурительный марафон бежали мы, мы русскоговорящие, мы русские, и развивали русскую технологию, белорусскую технологию, интернациональную, международную, и мировую, я бы сказал, технологию, дорогие друзья, что произошло в 2015 году, это если, анализируя нашу краудинвестинговую систему, и анализируя, насколько сложно нам давались эти усилия, дорогие друзья, в 2015 году только начали присоединяться наиболее активно, но присоединились, признаюсь, очень мощно, и очень серьезно наши европейские коллеги. И сегодня мы видим, что ведущие спортзвезды, ведущие специалисты и профессионалы международного класса, не как там, допустим, коучи международного уровня в одной из наших инвестпроводящих систем, которые, на мой взгляд, таковыми не являются, а действительно люди, которые доказывают интересом к ним со стороны европейских компаний, европейских специалистов, они сейчас спрашивают, а чем мы вам можем, ребята, помочь? Мы хотим развивать ваш проект, и мы видим, что за вами будущее. Что же касается Hyperloop, то на первом раунде очень легко были привлечены 8 миллионов, как это происходит в Америке. Дорогие друзья, и слава богу, что мы сейчас развиваемся изначально не в Америке. Слава богу, что произошло, то, что произошло в озерах, потому что это наша история. И сквозь огонь, воду, медные трубы, сквозь тернии к звездам мы действительно достигаем цели, дорогие друзья. Сквозь трудности, сквозь непоколебимые и сверхсложные трудности мы достигаем того, что мы покажем уже 29 ноября. Мы не будем снимать никакие залы в Бурж-Халифе. Мы использовали для первой конференции, для первого раунда наших инвестиций, не какой-то фешенебельный отель, а гостиницу университетская. И многие спросили, а почему такое не очень респектабельное место. Дорогие друзья, потому что средств на тот момент не имелось абсолютно на то, чтобы организовывать чуть-чуть хотя бы более высшего уровня мероприятия. И только с того момента, 2014 год, октябрь, я помню эту дату, я раздумывал еще ехать, не ехать на это мероприятие, потому что до этого участвовал в различных сетевых проектах и так далее, но решил ехать и запомнил эту дату на всю жизнь. Потому что я думаю, что те, кто были на этом мероприятии, поставьте плюсики, просто кто помнит гостиницу университетскую, вот это, дорогие друзья, был наш первый раунд инвестиций. И более того, я могу сказать, дорогие друзья, что буквально через несколько месяцев мы достигли того потенциала, когда еще Сергей Семенов был, схема краудинвестинга, которую начал Анатолий Эдуард Чуницкий, подхватили другие, она действительно работает. Это будущее, за которым будут тянуться в самом ближайшем будущем и использовать эту схему многие корпорации. Но корпорации Hyperloop, несмотря на то, что они сегодня говорят о том, что они буквально через некоторое время, чуть ли не через год, построят в Арабских Эмиратах вакуумную трубу, а задумайтесь, если мы зададим господам арабам вопрос, сейчас мы об арабах обязательно поговорим, потому что произошли определенные события, новости, которые все так ожидают, и я еще раз докажу фразу, которую очень люблю произносить в нашем проекте, что в проекте Skyway абсолютно любой человек может стать каждым. Если мы скажем арабам, дорогие друзья, мы знаем, как построить гиперскоростную трассу, но давайте мы вначале займемся восстанавливанием ваших пустынь для создания плодородного слоя, для создания и проработки концепции не просто трассы, гиперскоростной трассы, вакуумные трубы, которые еще неизвестно, как влияют на экологию, но концепции целого линейного города, которые стоят дешевле, чем создание вот этой трассы Hyperloop. Что они скажут? Естественно, ответ будет более чем предсказуемый. Дорогие друзья, и как раз таки присутствуя на конференции в Словакии, я могу сказать, что событие развивается настолько серьезно и быстро, что действительно хочется тратить время только на те переговоры, на то общение, которое действительно ценно. Приходится общаться и с потенциальными крупными инвесторами, которые в оконцове, и они обычно в самом конце показывают, что они оказывается являются фейком и разводом. Но, дорогие друзья, я по-прежнему вам рекомендую и прошу вас тех, кто не может сам общаться. Да, у нас есть свой график, Сергей Антольевич, мы ездим по командировкам и по странам, по конференциям, но будем выбирать время. И вот Муртазину, Фаргату, Харисовичу, я хочу сказать, что извиняемся, что с французами пока не связались, потому что отвлекли нас другие потенциальные крупные инвесторы, но обязательно с ними свяжемся. И, дорогие друзья, запомните вот эту конференцию 5-6 ноября. для меня она была просто изумительная. Во-первых, там сидели все профессионалы, то есть это действительно мощные лидеры, это не просто новички тоже были, но я расскажу об одном новичке на прошлой конференции, которая была в прошлом месяце, каждый месяц мы посещаем Европу, Словакию, Венгрию и так далее, Сергеем Анатольевичем, Виктор Бабурин тоже был. И на прошлой конференции вот история, успешная история, что любой может стать каждым в Skyway. Как вы думаете, кто инвестировал с прошлой цели? Франтишек чуть-чуть задержался на несколько десятков минут, и мы спросили, Франтишек, а ты где был? Он говорит, а я общался с владельцем отеля, где мы проводили конференцию. Это сеть отелей Диксон, и мистер Сницкий, замечательный человек, очень рассудительный, и очень правильно стратегически мыслящий добился позиции эксперта менее чем за две недели. Все, после этого можно ничего не говорить. На следующую конференцию буквально через несколько недель он говорит, что я стану топ-экспертом, и мы даже задумываемся теперь, что нужно вводить какую-то, наверное, новую позицию в нашем маркетинге, краудинвестинговой системе, кроме топ-эксперта, то есть чуть повыше топ-эксперта. Это человек, который заинтересовался, просто услышав информацию, просто услышав информацию, причем в переводе. Но стоит отдать должное, что перевод был изумительный на прошлой конференции, а на этой конференции внимание тоже запомните, где вы встретите такое, дорогие друзья. Конференцию переводил тот самый Адриан Кармоци, мой хороший друг, товарищ уже, коллега, партнер, который является экс-чемпионом мира по натуральному бодибилдингу. В ноябре, вот буквально незадолго, за несколько дней до нашего первого технологического прогона будет проходить чемпионат мира. Мы с Сергеем Анатольевичем очень сильно хотим поболеть, попасть, но тут будет зависеть от графика за Адриана Кармоци, потому что что там нам подсказывает, что сильнейший переводчик, да, в прямом и переносном смысле этого слова. И Адриан Кармоци переводил мою презентацию, ну, наверное, это была одна из самых длинных презентаций моих на английском языке, тоже для меня был небольшой сюрприз, я планировал вещать на русском, и тут мне сказали, что переводчик заболел, и поэтому нужно будет говорить на английском, а Адриан будет переводить тебя на словацкий. И Адриан великолепно, виртуозно справился с этой задачей. Это вам, дорогие друзья, ответ на вопрос, кто говорил, что вот Адриан, вот госпожа Волкова поддерживают актеры, спортзвезды, а что они сделали для проекта? Дорогие друзья, то, что сделал Адриан Кармоци, вы увидите еще в специальном видеоролике. И мы постараемся сделать так, лично я, Сергей Анатольевич, Адриан, Франтишек, чтобы это видео облетело весь мир, чтобы миллионы людей просмотрели, потому что мы действительно запускаем индустрию транспорта второго уровня быстрее всех, сильнее всех, и выше или не выше покажет время, в зависимости от наших пролетов, в зависимости от нашей высоты опор, но что-то мне подсказывает выше во всех смыслах этого слова. И еще на засыпку одна новость нашего замечательного партнера, коллеги, Франтишека Солара, он вернулся с переговоров с, соответственно, Самецкого, и я могу сказать, дорогие друзья, что, опять же, опять же, здесь происходят какие-то чудеса, но к которым мы, Сергей Анатольевич даже говорит, что я к этим чудесам абсолютно привыкаю, и действительно начинаю в них верить, если касаемо даже победы Трампа для проекта Skyway, это также очень важно, дорогие друзья, то, что победил Трамп, и мы увидим, насколько это будет важно, а вот этот вот замечательный человек, который присоединился чуть более пяти месяцев назад, Франтишек Солар, провел за свои средства, я не буду говорить сумму, которую он потратил, он провел виртуозные переговоры с серьезными представителями, с министерствами коммерции, с одними из самых богатейших людей, я не буду называть имена, то есть мы ввели практ Сергею Анатольевичем, участь на ошибках наших прошлых технико-экономических вебинаров, что будем говорить общие фразы, переговоры были проведены на высшем уровне, и уже с начала декабря формируется новый график приезда потенциальных крупных и крупнейших арабских инвесторов, и также крупнейших инициаторов адресных проектов. Если речь вести о суммах и о вопросе, откуда будут дивиденды, и сколько будут, я могу сказать, что вот эти проекты, которые будут обсуждать арабы, это, соответственно, миллиарды долларов, и это интерес концепции линейных городов, это интерес к общей стратегии стран Персидского залива, и вот это сделал Франтишек Соллар. А знаете, в чем вопрос и в чем секрет Франтишека Соллара? Это, дорогие друзья, такой злой вебинар, но мы не любим слово злой, мы любим слово эффективный, и максимально эффективным, чтобы быть на окончании своей речи, я хотел бы сказать, что основной секрет Франтишека Соллара в том, что за этот месяц он провел 22 презентации, вот сколько у нас было дней в прошлом месяце, и 22 презентации, то есть фактически из 31 дня 22 презентации, но каждую неделю по 3 дня вебинары, вебинары, и от этого, дорогие друзья, рождается мастерство, от этого рождается профессионализм, и действительно я буду и не устану повторять эту фразу, что любой может стать каждым в Skyway, поэтому дорогие друзья, вот сейчас даже буквально мне звонил на телефон партнер, ему 18 лет, он работает один в Нижнем Новгороде, и он уже организует контакты с крупными инвесторами, с депутатами, парню 18 лет, все, без комментариев, строй Skyway, спасай планету, дай дорогу мир транснету, всего хорошего. Спасибо, Алексей, поэтому друзья, исходя из того, как комментарии, которые я давал, которые сейчас Алексей давал, видите, развитие идет, и вот мне тут уже пишут сейчас несколько, что время мы потратили на анализ того, что сейчас делается, и активизацию троллей, значит, друзья, еще раз позиция, понимаете, что я обсуждал вчера ее с Антон Дорчим Юницким, и я очень просил, чтобы он не входил в эту полемику, почему я взял на себя вопрос о том, что неправильно это будет делать, это раз. Во-вторых, если не отвечать, то эти шавки, они просто наглеют, борзеют, и мы это видим уже на примере, я говорю, еще одного мошенника, который просто начал там судами доставать до такой степени, что пока не запустили группу адвокатов, которые сейчас все это ставят и разворачивают в другую сторону, то это доходит просто до абсурда, когда суд пытается подать три раза подделанный документ, поэтому это просто должно когда-то быть останавливано, и тут одно можно сказать, что если мошенник не останавливает, то они просто наглеют, и мы это видели и не раз, и не два, и не три, поэтому здесь такой вопрос, и второй момент очень важный сегодня говорить, это о том, что почему они активизировались, друзья, подходит демонстрация, их это бесит, их это крутит, потому что реально подходит результат работы, что люди, которые ставят цели, они могут их достигать, и это как раз еще одна аргументация того, что сейчас это все будет активизироваться, делаться, и к сожалению, друзья, вы тоже, наверное, не раз слышали от меня эту фразу, к сожалению, это будет со временем только усиливаться, то есть будут появляться более сильные оппоненты, будут появляться более сильные аргументы, будут появляться более сильные методы воздействия, но это, друзья, тоже нормальный ход развития, поэтому, как любят говорить мой очень хороший, уважаемый мой знакомый, нельзя стать чемпионом мира, ни разу не получая перчаткой в лоб, то есть если вы во дворе живете и ни разу ни с кем не подрались, то вы не можете стать чемпионом района, чемпионом города, чемпионом страны, чемпионом мира, это, к сожалению, друзья, очень сложный путь, который сопровождается именно постоянным отстаиванием своего права. То же самое мы, друзья, мы входим в очень и вошли в очень серьезный мир технологий, востребованных технологий, инвестиций, конкуренции, и никто не ожидает, что будет легкий путь, устелен розами, и все будет замечательно, и нас будут все только хвалить, хлопать в ладоши, говорить, как здорово, что мы сегодня это делаем. Нет, друзья, будет и обратное, и мы сейчас уже это видим. Более того, уже начались, и почему мы в Верховном суде доказали и обосновали, сейчас собрана вся доказательная база о том, что Юницкий является и разработчиком, и автором технологии за последние 36 лет, именно на основе вот этих противостояний с этими мошенниками и жуликами, вот, именно для того, чтобы отстоять права, потому что дальше и дальше желающих показать, что мы это делали, мы это говорили, мы это кому-то принадлежит, все будет больше и больше, и чем более очевидным станет и рынок, и заказы, и, соответственно, успех, тем больше такого рода сил будет. Поэтому мы к этому идем, поэтому, друзья, я думаю, что здесь, я думаю, и воспринято, и понято все это и с пониманием, и я думаю, что тем более с поддержкой, потому что дальше вы увидите еще, друзья, очень много неимоверных вещей, и кучу грязи на компанию Skyway, и на технологию Skyway, и лично на Юницкого, и лично на всех, которые есть, друзья, потому что у всех вот этих вот шавок, у них другого нет, как облить грязью, обмазать и оклеветать. Это их метод работы, друзья, они по-другому не умеют, они не умеют создавать, если бы они умели создавать, они бы создавали, а так как они ничего, кроме этого, не умеют, то они будут делать только это. Поэтому, друзья, будем относиться к этому с пониманием, будем относиться к этому с терпением, будем относиться к этому, друзья, с профессиональной точки зрения, еще и отстаивания своих интересов, вот, и будут уголовные дела на этих мошенников, которые организовали просто фарс в Верховном Суде Беларуси, притащив туда лжи, сведения. Это тоже все, друзья, будет. Это тоже необходимо для того, чтобы наши с вами права, именно права как со-участников, со-учредителей и со-владельцев технологий, чтобы наши права отстаивались. Если на таких вещах мы будем это пропускать, то со временем, друзья, мы лишимся и в том числе наших прав на ту интеллектуальную собственность, которую мы сегодня обладаем. А я, друзья, бы очень сильно не хотел, чтобы это произошло. Для этого 16 лет я работаю, Виктор Бабурин, Алексей, все, кто подсоединились к этому проекту, для того, чтобы, когда уже виден и понятен результат, кто-то мог на него еще претендовать. Это, друзья, просто могу сказать, не будет никогда. Так, ну что, друзья, давайте так так как подвижены больших событий, мы технические прогоны в цехах прошли, испытания прошли, сейчас это идет в поле, соответственно, мы сейчас уже готовы к тому, чтобы показать заказчикам и крупным инвесторам уже работающую технологию, то есть, как она делается, второй вопрос, как она строится, как она создается. И это, друзья, начиная с 29 ноября, это новый этап, который будет все более и более активно развиваться. То есть, у нас очень массово пошла работа по адресным проектам во всевозможных уголках. Я говорю, мы после 29-го прям сделаем определенный отчет, уже где запущены адресные проекты, на какой стадии они будут находиться. Но, соответственно, друзья, сейчас самое интересное время, когда подходит капитализация, когда подходит закрытие корневую технологию, то есть, именно крупными инвесторами и с точки зрения краудинвестинга на сегодняшний момент самый интересный момент, когда можно еще по тем премиам, вечерным премиам, которые есть, сегодня выстраивать структуры, входить, инвестировать. И для компании это сегодня крайне важно. Потому что, друзья, мы это повторяли, еще повторяем, что на сегодняшний момент компания работает и живет только за счет краудинвестинга. Все строительство, все техника, которая создается, все оборудование, которое покупается, только за счет краудинвестинга. И этот вопрос еще не пройден, друзья. Как только он пройден, мы вам об этом сразу скажем. На сегодняшний момент Вся тяжесть финансирования идет на краудотвестинге. Но чем сегодня уже, как Алексей начал говорить, новый этап, что у нас стремительно сейчас падает именно доля российских, белорусских, украинских инвесторов. То есть мы сделали еще год назад 90% инвестиций, на сегодняшний момент это уже меньше третий. И оно продолжает стремительно падать, потому что все больше и больше входят именно западные инвесторы, венчурные инвесторы, которые знают, что такое стартапы, знают, что такое краудинвестинг, знают, что такое риск, знают, что такое технологические венчурные премии. И они как раз, следя за проектом, для них все с каждым днем становится более и более доказательной базой, то, что мы сегодня создаем. Поэтому, естественно, друзья, у нас, я тут задаю вопрос, а почему вы больше в командировки стали ездить теперь, там, Пальма-де-Майорка, Братислава, Ганновер, Дензо, Фульсен. Понимаете, я могу сказать, что, друзья, потому что основные инвесторы там сейчас. И презентации, которые мы проводим, они дают сразу очень серьезные эффекты. Но, тем не менее, друзья, компания всегда благодарна и ориентируется на тех, кто первый вошел, на чьих наиболее тяжесть компаний, которые на себя вынесли. Поэтому для них будут постоянные преференции, будут постоянные с точки зрения компании акции, когда можно будет постоянно увеличивать свои пакеты, именно исходя, что дополнительных процентов на те акции, которые уже есть. Это тоже будет, друзья, постоянно, мы об этом будем говорить. И я думаю, что мы здесь с вами очень и очень много чего увидим. Ну, друзья, я думаю, что до следующего нашего вебинара, я думаю, даже в эту среду, то есть вечером, у нас будет еще ряд новостей. Ну, а про следующую среду я даже сейчас трудно предположить, сколько будет еще новых и интересных и репортажей с Экотехнопарка, и репортажей с производства, и новостей от команды, которая сегодня продвигает адресные проекты по всему миру. Поэтому, друзья, я могу 100% гарантировать, вы не останетесь без новостей и не останетесь без того, что вы будете узнавать что-то новое и интересное по проекту. Поэтому, друзья, я благодарен, что вы с нами, я благодарен, что мы с вами работаем и вместе делаем такой проект. Поэтому, друзья, строй Skyway, спасай планету! Субтитры сделал DimaTorzok